У них есть возможность посетить посиделки на природе. С шашлычком, к примеру. Конечно. Ну, а традиционно с шашлыком красноярцы, сибиряки, да и вообще все люди в мире предпочитают кетчуп. Дело в том, что кетчуп появился в Китае и уже оттуда попал в Англию и Америку. Правда, вкус китайского соуса... КИ-ТЯТ! ...был далек от того, что мы привыкли видеть и чувствовать во рту от кетчупа сегодня. Дело в том, что он состоял из грибов, сои, анчоусов, грязьких ореков, чеснока, уксуса, пряностей. И только в 19 веке один предприимчивый американец решил добавить туда томаты. И тогда и появился примерный похожий вкус кетчупа на сегодняшний день. Сегодня кетчуп делают из чего только... Из чего только не делают. Из чего только не делают. Спасибо, Слава. У нас на столе сегодня представлено раз, два, три, четыре, пять, шесть видов различного кетчупа. А также в гостях Надежда Воронкина, специалист, главный специалист по стандартизации Центра стандартизации и метрологии. Доброе утро. Ну и всех волнующий вопрос, особенно мясоедов, картошкофилов и прочих вот этих вот людей, которые любят в кетчуп макнуть все, что даже палец можно макнуть в кетчуп, если ничего рядом нет. Скажите, каким должен быть нормальный, правильный кетчуп? На что он должен быть похож? На что нужно обращать внимание, когда мы выбираем его в магазине? Ну, давайте начнем с того, что такое кетчуп. Кетчуп – это соус, который изготовлен из томатов свежих или быстро замороженных, или томатной пасты с добавлением соли, сахара, пряноароматических веществ и различных пищевых добавок. Когда мы приходим в торговую сеть, мы, конечно, должны обращать внимание на упаковку. Хорошо, если это полимерная тара или это стеклянная тара, и, в принципе, это продукт виден. Простите, можно я прерву? У меня сразу появился вопрос. Полимерная вы имеете в виду вот такая или вот такая? Ну, а это комбинированная тара. Полимерная комбинированная тара – это полимерная тара. Конечно, мы обращать должны внимание на внешний вид тары. Она должна быть чистая. Если продукт нам, допустим, в такой таре виден, мы можем посмотреть по внешнему виду на продукт. И тогда, когда уже покупаем, если в такой таре, то только, конечно, мы можем посмотреть продукт уже по органолептическим показателям дома. Но я вообще с самого начала хочу еще вот о чем сказать. Что я уже сказала, что кетчуп – это соус. И когда мы должны обращать внимание на маркировку продукции, в зависимости от того, что там положено, какой состав, есть категория продукта. Их четыре категории. Это экстра, высшая категория, первая категория и вторая. Чем выше категория, тем лучше продукт по качественным показателям. Если в высшей категории 25% сухих веществ, то уже во второй категории 14%. То есть чем больше томатов использовано при производстве кетчупа, тем больше содержание сухих веществ. И мы сразу же с Дмитрием углубились в увлекательнейшее чтиво этикеток непосредственно. Вот в моей руке находится легендарная для России упаковка кетчупа. И согласно нашему с Дмитрием стереотипу, мы выросли просто на вот таком кетчупе. И вот для нас в нашем детстве вкуснее кетчупа, просто не было, не было такого изобилия. А потом выяснилось, что в такую бутылку, ну просто не кладут нормальный кетчуп. Правда ли это? Вы знаете, ну вот из чего состоит кетчуп? Основа это томатопродукты. Пожалуйста, можно на примере? Вот здесь хорошо видно, несмотря на то, что шрифт не очень крупный. Кстати, да, обычно... Надо сказать, что маркировка вообще очень красочные упаковки, и бывает написано очень сложно, сложно, да, написать. Вот томат на кетчуп Хайнс. Вы знаете, ну я не знаю, что здесь прочитать, мне нужно читать только с лупой. Кроме кетчупа Хайнс у нас здесь представлены другие марки. Масса нет, 570 грамм я точно вижу, здесь какая-то пищевая ценность. Здесь оговорено, что именно томаты выращены с нашей особой заботой и так далее. Ну, много текста я прочитать, к сожалению, не смогу. Хорошо, как и для большинства потребителей, эти ребусы остаются загадкой. Такие ребусы, как, например, различного рода добавки типа Е19, вот эти вот эмульгаторы, красители, загустители и прочее. Давайте я вот расскажу, знаете, потребитель должен знать, что 4 категории. Вот если мы покупаем категорию экстра, то в этом кетчупе не должно быть никаких добавок. Он должен быть выработан из томатопродуктов, соли, сахара, какие-то пряно-ароматические, натуральные компоненты должны быть. Если это высшая категория, то там могут присутствовать пищевые кислоты, бензоинная кислота, уксусная кислота, сорбиновая кислота, никаких добавок. Если это первая категория, то это тоже из томатопродуктов и могут уже присутствовать стабилизаторы, красители, ароматизаторы, консерванты и так далее. А если это вторая категория, то уже соус вырабатывается из томатной пасты, только из томатной пасты с добавлением вот этих пищевых добавок. Поэтому, конечно, лучше выбирать продукт категории экстра, так как там содержание сухих веществ большое и так как там должны присутствовать только натуральные ингредиенты. Вот у меня, очевидно, в руках, ну я по вкусу могу и по запаху определить, что это точно не экстра кетчуп, вот в красной упаковке. Помнится, давным-давно на набережной были вот всякие кафешки, и там шашлыки подавали именно с таким кетчупом, самым дешевым его. И вот я сейчас пытаюсь разобрать, каков состав, здесь ничего под маркировкой Е19 и так далее и так далее не написано. Но написано, что здесь есть загуститель картофельный. Ну, крахмал картофельный. Картофельный крахмал. Соответственно, если в этом продукте есть различного рода регулятор кислотности, уксусная кислота, консервирующая сарбат калия, натуральные красители и карамельный колер, так называемый, самое главное здесь томатов нет. Нет, ну там томатная паста должна быть. То есть томатная паста это основа для производства кетчупов. Вода трех степеней очистки и томатная паста, да, есть в каком-то процентном соотношении. Соотношение, значит, получается где-то от 20, от 40 до 60 воды, значит, до 30% томатной пасты, ну там соль, сахар. Позавтракал только что, немножечко кетчупа навернул. Вы знаете... Так, это ты сейчас вот этот кетчуп взял, да? Нет, вот этот. Но по вкусу я отличу вот этот от того или от другого еще. Я тебе скажу, ты перепутал стаканчики, смотри, тот, который в красной упаковке, он светлее. Вот смотри, их можно даже на свет, на свет. Вот в этом кетчупе я этот кетчуп узнаю из тысячи. Во-первых, он бледный. Во-вторых, в нем огромное количество перчинок, черного перца. Маскируются различного рода неприятности. Ты поймешь, что это он сразу по аромату. Он это кто? Точно. Это самый дешевый кетчуп. Его ни с чем не спутаешь. Это, знаете, у меня есть такое ощущение, что вот в этом кетчупе есть привкус просто вот такой бутылки. Ну, то есть, пластиковой тары. Ну, то есть, ты когда ешь этот кетчуп, ты сразу понимаешь, что он вот из такой... Вот, кстати говоря, о требованиях к таре. Из чего должна быть сделана тара для того, чтобы кетчуп не отдавал непосредственно бутылкой? Ну, конечно, сегодня фасуют в различные виды тарок. Вот здесь у вас представлено, да? Это и пэт-бутылка, это и бутылка вот из полимерных материалов, это и из комбинированных материалов. Вся тара, которая применяется для упаковки любой пищевой продукции, она, естественно, пригодна для упаковки этой продукции. Поэтому здесь... Не могу, мне так хочется попробовать. Смотри, давайте теперь я немножко скажу, какой он должен-то быть. У меня сложилось впечатление, что один из этих кетчупов точно может быть претендентом на категорию экстра. Как он должен выглядеть? Получается, что с третьего года действует государственный стандарт на кетчупы, и есть требования к продукции. Надо сказать, что кетчуп вырабатывается не только по государственному стандарту, но и по техническим условиям, по стандартам организации. Те документы, которые предприятия могут разрабатывать сами. По внешнему виду это должна быть густая масса, с включением тех ингредиентов, которые есть согласно рецептуре. Может быть, это кусочки овощей, фруктов, грецких орехов и так далее. Цвет должен быть красным или красно-коричневым. Если цвет оранжевый какой-то, несвойственный, темно-бурый, туда добавили краситель. Не исключено, что, может быть, это и какое-то яблочное пюре, немножко добавили томатной пасты, добавили краситель и ароматизатор, и у нас получился кетчуп. Вкус должен быть острым, кисло-сладким или сладким. Свойственный, конечно, томатопродуктам и тем ингредиентам, которые ввели. Ассортимент кетчупа большой, он и укропный может быть, он и чесночный может быть. И для барбекю и так далее, поэтому свойственный вот уже внесенным ингредиентам. И когда мы пробуем любой продукт, нужно сначала прочитать состав. По поводу состава разобрались более-менее. По поводу калорий еще последний вопрос. Стоит ли злоупотреблять кетчупом, провоцирует ли он отложения жировые? Вы знаете, он не очень калорийный продукт. Если вы почитаете маркировку, от 70 до 120 килокалорий на 100 грамм продукта. Это не калорийный продукт. Ну, злоупотреблять, наверное, не следует, потому что, учитывая, что в составе, как правило, у нас на рынке много кетчупа в первой и второй категории, а там очень много ингредиентов, стабилизаторов, красителей, консервантов, все-таки злоупотреблять не стоит. Если вы выбрали соус экстра, кетчуп экстра, да, ну тогда, пожалуйста, потому что там нет других, там нет ингредиентов, скажем так, не, господи, нет пищевых добавок, скажем так, да, там все натуральные ингредиенты. А если это второй и первой категории, там и стабилизаторы, и консерванты, и красители. Ну, а сам, конечно, этот продукт не калорийный. Ты напробовался, я так понимаю. Да, я напробовался, пока мы общались. Честно сказать, до этого я не пробовал кетчуп без, там, не знаю, сосисок, там, не знаю, без другой добавки какой-то. То есть обычно я его всегда пробовал как соус, но не отдельное блюдо, как сегодня утром. Поэтому я удивлен, какой на самом деле кетчуп на вкус без чего-то еще. Но мне больше всего понравился, можно, да, говорить, как считаешь? Можно сказать? Мне не понравился определенный кетчуп, но назвать, конечно же, марку я не могу, но я могу примерно указать, что он находится вот на этом столе. А там уже сами выберите, как вы проходите. Главное, что мы поняли, как выбирать кетчуп, и это самое важное. Представь еще раз нашего гостя. Да, Надежда Воронкина, главный специалист по стандартизации, Центра стандартизации и метрологии. Сегодня у нас в гостях поговорили мы о кетчупе, попробовали. Я даже немножечко капнул на себя, как это обычно происходит, когда ешь что-то с соусом. Ну, а далее мы будем... Спасибо вам, во-первых, огромное за то, что развенчали миф по поводу калорийности кетчупа. А вот по поводу калорийности бананов есть еще некоторые вопросы у людей. В рубрике «Будь в форме» раскрываются все секреты бананового завтрака. Продолжение следует...